всем привет сегодня расскажу о прекрасной новости binance раздает 9 миллионов 500 тысяч xlm в рамках аирдропа в честь чего такая раздача в честь того что командой binance была обнаружена сумма стекинга начиная с 31 августа 2018 года у них насобиралась такая большая сумма и они решили раздать среди пользователей своей бирже сумма составляет семьсот семьдесят пять тысяч долларов также вы можете ознакомиться с этой информации самостоятельно переходя по ссылке в описании перейти на бирже зарегистрироваться подробнее новости и там она будет колонка тут все новости связаны с этой биржей а вот эта новость которая касается именно xlm это очень крутая раздача а вы будете получать абсолютно на пассиве нам для этого всего лишь нужно будет пополнить баланс на binance стелларом и за это мы получать будем вознаграждение и давайте более подробно почитаем эту новость а дорогие участники комьюнити binance начиная с 20 июля 2019 года на binance будет добавлена поддержка стекинга стеллар xlm награды за стекинг будут добавлены к остальным вознаграждениям которые уже поддерживаются на binance xlm сгенерированный каждым пользователем общее количество вознаграждений за стекинг xlm полученных финанс умножен на коэффициент владения пользователем монет xlm далее первоначальное распределение вознаграждений за участие в стекинге xlm будет рассчитываться до 1 09 19 года общая распределенная сумма будет равна сумме вознаграждений за стейкинг начислениях и завладений в течение 43 дневного периода вознаграждение стеллар будет рассчитываться ежедневно и распределяться каждый месяц распределение будет завершено не позднее 5 числа каждого месяца ну вкратце вам сразу расскажу что чтобы получить эти деньги распределения вам нужно закинуть стейкинг не менее 10 монет, а лучше конечно же как можно больше. Далее они должны пролежать 40 дней и после этого будут делать скрины кошельков людей, держателей этой монеты. А потом уже в соответствии с наличием этих денег, количеством они уже будут рассчитывать какое получите вознаграждение. Проще говоря, чем больше у вас монеты XLM лежат на балансе, тем больше вы получите. Ссылка на эту биржу будет в описании. А те, кто еще не зарегистрировался, можете сейчас пройти регистрацию. Регистрация там очень простая. Пароль, email, подтверждайте пароль, соглашайтесь со всеми условиями. Потом вам на почту должно прийти смс, переходите по смс. Когда вы зарегистрируетесь, то обязательно подключите блокфакторную аутентификацию. С помощью нее у вас не смогут украсть деньги. Так что если вы зарегистрировались, то сразу ее проходите. Она там проходится быстро. А далее вы просто отсканируете код, который будет вам предложен. И обязательно также запишите этот код, потому что вы можете... Все бывает. Можете потерять телефон и там же пароль останется. Вы потом не сможете в дальнейшем заходить на вашу биржу. Далее, как пополнять баланс. Мы заходим на баланс. Кошельки баланс. Попадаем вот сюда. Попадаем в баланс. Ищем нашу монетку XLM. Вот она, Stellar Lumens. Далее нажимаем депозит. И еще очень важно, когда вы будете пополнять балансы, нажимайте, что согласны со всем. Обязательно, когда вы пополняете баланс, вводите мемо. Потому что без него вы просто потеряете свои деньги. Обязательно ввели кошелек, адрес кошелька и также мемо. Далее, как мы можем пополнить наш баланс? Мы можем пополнить баланс с помощью такого прекрасного мониторинга обменников, как BestChange. Тут мы ищем первая колонка. Это что вы будете отдавать, а потом получать. Допустим, мы будем отдавать Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Приват-24. Отдаем мы с Сбербанка. Далее нам нужны XLM. Вот Stellar XLM. И вот все обменники, которые торгуют этой монетой, обменивают. Вверху будет находиться тот курс, который пониже, мы будем подешевле покупать. А внизу уже, который подороже. Также вот мелким шрифтом написано, от какой суммы этот обменник обменивает. Вот минимальная сумма тут 30 тысяч рублей. 16. Также важно смотреть резерв, какой тут находится. И по отзывам. Чем больше отзывов, тем лучше. Также вы можете рассчитать по калькулятору, сколько вы отдадите. Допустим, там 10 тысяч рублей. С комиссией, учитывая комиссию. И рассчитать. И вам сразу выпадут те обменники, которые работают с суммой 10 тысяч рублей. Ну, я думаю, не составит труда. Далее вы там попадаете, допустим, в такой обменник. Вы можете почитать информацию, что данный обменник будет работать в ручном или полуавтоматическом режиме. Все. Вот такой обзорчик. Если кому-то был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.